Их отношений, кажется, и не было вовсе. История любви советского боксера Бориса Никанорова и американской гимнастки Дарис Фукс, классическая, романтичная, вполне могла лечь в основу сценария какого-нибудь кино о непомерной тяге друг к другу, о преодолении всего и вся, только концовка у него была бы весьма грустной. Но история эта практически стерлась из памяти, а напоминают о ней разве что случайные фотографии в старых газетах. Лента.ру вспоминает, как зародились отношения Никанорова и Фукс и чем они закончились. В 1960 году, во время Олимпийских игр в Риме, в специальной газете, выпускавшейся в Олимпийской деревне, появилась фотография двоих, спортсменов в форме сборной СССР и спортсменки в форме сборной США. Борис Никаноров, советский боксер-олимпиец, помнят тот момент так, на первой полосе был помещен мой снимок с Дарис на коленях, а под ним, крупными буквами, бой между Востоком и Западом закончился их романом. Этот снимок – одно из немногих доказательств того, что Фукс и Никаноров вообще были знакомы. Англоязычный интернет не знает об их отношениях, кажется, ничего, русскоязычный, отправляет на большое интервью советского боксера, в котором он в подробностях рассказывает о романе с американской спортсменкой. Тогда, летом 1960-го, Фукс и Никаноров впервые встретились в Олимпийской деревне. Там был международный клуб, назначение его понятно из названия. Борис пришел туда вместе с партнерами после тренировки, понаблюдать за танцующими и веселящимися спортсменами, может, пообщаться, хотя с последним было чуть сложнее, Никаноров не знал английского. Присели на диван. Внезапно, сцена из романтической комедии, на колени к советскому боксеру приземляется миниатюрная девушка в свитере с тремя буквами «Уса». Ситуация патовая. Я, мягко говоря, опешил, вспоминал Никаноров. Может, потому он, описывая ту фотографию, говорил, что Фукс сидела у него именно на коленях, а не рядом. До того сильным был шок и до того твердо именно эта картинка застыла в его памяти. Девушка ведь еще и поцеловала его. Эта шнаду, уселась на колени, еще и чмокнула, да еще и все это, без предупреждения. Провокация, та самая, какими советских атлетов пугали перед отъездом на игры. Спортсмены, не только советские, а в принципе все, приезжали в Рим задолго до старта самой Олимпиады, и международный клуб был местом, где они проводили свободное от тренировок время. Здесь Фукс и Никаноров стали встречаться ежедневно, он заглядывал ей в глаза и видел, что они не врут, будто говорят, доверься, ведь тебе уже доверяют. Боксер много рассуждал именно о глазах Дорис, ему они говорили об искренности гораздо больше, чем переводчики, через которых им приходилось общаться. 19 августа газета Салина Урнал, выпускающаяся в Канзасе, опубликовала фотографию американской гимнастки и советского боксера. Они танцевали, плотно прижавшись друг к другу. Это был бал спортсменов в Олимпийской деревне. На первый бой Никанорова, выступавшего в легком весе, Фукс не пришла. Советский спортсмен встречался с американцем греческого происхождения Николасом Спанакосом. Видеозаписей тогда не было, готовиться к поединкам приходилось по старинке, тренировками и ментальной работой. Над собой Борису действительно пришлось поработать знатно, американские боксеры ни разу не проигрывали советским на Олимпиадах, так что Никанорова хранили заранее. С самого начала поединка Никаноров устроил интенсивную рубку, напрочь забыв о тактике. Он просто был сильнее и быстрее Спанакоса, и когда судья внезапно остановил бой, советский спортсмен удивился, может, он не заметил, как нарушил правила. Но нет, поединок прервался, потому что продолжать его дальше смысла не было. Никаноров одержал уверенную победу, ушел в раздевалку и... потерял сознание от перенапряжения. Позднее в тот же день спортсмен, уже пришедший в себя, принимал поздравления от Фукс. Общаясь с Дорис в перерывах между соревнованиями и тренировками, Борис узнал, что она, якобы дочь американских миллионеров, по штатам гоняет на Роллс-Ройчи и вообще ни о чем не думает. Подтверждения этим словам нет, остается только верить бывшему электрику из СССР, оказавшемуся на Олимпиаде в Риме. Перед тем, как разъехаться по своим странам, Никаноров дал дочери американских миллионеров свой домашний адрес – коммунальная квартира на Пятницкой улице в Москве. Роман «Между Востоком и Западом» стал романом по переписке. Никаноров рассказывает, что после первого же послания от Фукс его вызвали в ведомство на Лубянке. О гнетущей атмосфере того места сказано-пересказано много чего, подавленным шел туда и Борис. Но разговор с сотрудниками КГБ оказался вполне вежливым, а с просьбой прервать общение с американкой спортсмен вынужденно согласился. Какой был выбор? Отправлять Дарис ответное письмо боксер не стал, вот только сама она о запрете на переписку не знала. Потому послания от американки продолжали приходить в ящик квартиры на Пятницкой, а однажды Никаноров и вовсе получил от нее посылку. В упаковке была маленькая дырка, которая появилась явно не случайным образом. Боксера снова вызвали на Лубянку, на вопрос что в посылке. Он ответил что-то типа, а вы сами не знаете. А были там меховая куртка, рубашка, чулки для матери Бориса, туалетное мыло. Сотрудники в этот раз выражались куда более конкретно, либо ты, Борис, заканчиваешь переписку с этой американкой, либо сборная СССР по боксу обойдется без тебя. В конце концов принял нелегкое решение продолжать переписку, тем более что после присланных подарков не хотел оставаться в долгу. Собрал традиционный русский набор из водки с сикрой, добавил к нему сувениры и отправил в Америку, рассказывает спортсмен. Они начали общаться вновь, еще более тесно и часто, и в одном из писем Дорис выразила желание выйти за Бориса замуж, чего, конечно, произойти никак не могло. Его в очередной раз вызвали в комитет, в последний раз дохочево объяснили, что переписка такого характера для советского человека крайне нежелательна, и на этот раз он все же согласился. Три года спустя после первой встречи Никаноров и Фукс встретились снова, причем в Москве, американка в составе сборной приехала на турнир по спортивной гимнастике. «Понадобилось, я вам скажу, определенное мужество, чтобы после всех вызовов в комитет газбезопасности решиться на встречу с ней. Подумал, будь что будет, купил букет гладиолусов и поехал на малую арену», — описывал Борис. В 1964-м Никаноров был в статусе сильнейшего отечественного легковеса и должен был поехать на Олимпийские игры в Токио первым номером сборной. Там же он должен был вновь встретиться с Фукс, на тот момент в запасной сборной США. Борис, любитель футбола, незадолго до старта игр вышел на поле, вошел в неудачный стык и сломал ногу. Об участии в боксерском турнире в Токио можно было забыть, как и в принципе о поездке в Японию. А, значит, и о встрече с Дорис. Хуже всего то, что к тому моменту спортсмен перестал получать от нее письма. В Токио она нашла партнеров Никанорова по сборной, которые потом, уже дома, рассказали боксеру. Дорис продолжала писать ему, однако ответа дождаться так и не могла. «А я ведь тоже не переставал писать после ее отъезда из Москвы, но все наши письма, догадываюсь, осели в архивах КГБ», — предположил Никаноров годы спустя. То «Прощай» в гостинице в Москве оказалось для Бориса и Дорис последним. С 1966-го спортсмен перешел на тренерскую работу, воспитывал будущих призеров Олимпиад, получал государственные награды. Женился. Фукс тоже продолжала жить, вышла замуж, причем дважды. Последнюю попытку связаться с ней Никаноров предпринял в 1989 году, когда оказался в США. Через знакомых он узнал, что Дорис не одинока, и решил отпустить ее. Продолжение следует...